Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно хорошо? Поскольку тема моего выступления – капризная культура Азимирабс, хотелось бы начать с его все-таки преимуществ. Во-первых, в последние годы Азимирабс стал довольно-таки маржинальной культурой. Реально было получать в прошлом году и позапрошлым урожай и 30-40 центнеров при цене реализации 40-50 рублей. Она довольно-таки была стабильной в течение сезона. Эта культура стала конкурировать даже с кондитерским подсолнечным полетарностью. Кроме того, у Азимова-Азима есть преимущества по аэрономическим свойствам. Это культура, которая является хорошим предшественником для Азима-Вшиницы. Единственная небольшая проблема по падарице, самого Азимова-Азима-Вшиницы, ну, если его снимать с осени небольшими дозами гербицидов, эта проблема не существует. Кроме того, эта культура хорошо тренирует почву своей корневой системы. Она является отличным аллелопатом к фитопатогенам различным. Ну, на подних этапах, конечно, она очень сильно конкурирует с сорняками, если в начальном этапе побороться на стадии всходов. Значит, единственная проблема у этой культуры, что уборка ее совпадает с уборкой азимой пшеницы. Приходится бросать уборку азимой пшеницы, это, конечно, бывает болезненно для производственников, потому что рапс, бывает такая ситуация, вчера еще рано убирать, завтра уже он может посыпаться. Ну, есть способы избежать этого осыпания, о них мы поговорим чуть-чуть дальше. Ну, конечно, вырастить рапс, это не посеять яровую культуру, все-таки азимый цикл у него довольно-таки сложный. Мы знаем главный принцип для нормальной перезимовки рапса. Он должен развиться с осени в состоянии толщины прикорневой шейки, желательно 1 см, и сформировать 5-6 листьев. В большем развитии или в меньшем развитии шансов на перезимовку, особенно когда холодно-морозы с ветром на голову земли, у него уменьшается. И поэтому вся агротехнология должна сводиться к тому, чтобы достичь этого результата. Есть различные способы основной обработки подозимы рапса. Ну, опять же, все они должны сводиться к тому, чтобы получить состояние ухода в зиму, именно такое, какое я сказал. На практике существуют способы подготовки почвы от нуля до классической спашки. Но есть еще второй принцип гарантии получения такого состояния. Это накопление и сохранение влаги. И вот на этой линейке эти технологии очень сильно разнятся. То есть на классической спашке идут потери очень большей влаги, больше шансов. Это, конечно, касается многих. Если принята технология классической обработки, спашка или глубокое рыхление, то все искусство агронома сводится к сохранению, накоплению влаги, формированию структуры мелкомковатой. Все начинается с уборки озимой пшеницы. То есть на поле, если набитые дороги, автотранспортом тяжелым, структура почвы меняется, она становится более крупно-плыбистой. Уже на этих посевах при дефиците влаги, конечно, получить сходы рапса проблематично. Значит, то есть минимализация проходов техники по полю. Это начинается с уборки. Равномерность распределения соломы на поле. Это очень важно, потому что скопление соломистых остатков потом вызывает проблемы с азотным голоданием. Но об этом я дальше поговорю. И если заниматься классической подготовкой почвы, то здесь, вслед за плугом или даже за комбинированным численным агрегатом, который там пять операций выполняет за одну функцию, должна идти немедленно упаковка поля. То есть если плуг идет, то, значит, культиватор подпирает этот плуг следом бригаду. Если идет численный агрегат типа доминатора, то тоже обязательно сразу после глубокого рыхления перемешивания соломы прикатать. И потом по мере отпотевания, созревания почвы, выпадения большей осадки, уже бороться с падрицей. Чем мне не нравится, например, классическая отвальная вспашка? Ну, кроме того, что там идут потери влаги, все-таки более существенные. И, например, в позапрошлом году по классической глубокой обработке почвы, даже у нас на Кубани, мало кто получил нормальные всходы, и развитие рабсы не сохранились. Еще один недостаток оборотной вспашки с заделыванием почвенных остатков на глубину. У нас получается на глубине вспашки соломенный пирог. То есть мы, зачернив поле, сделав его вроде бы красивым, пригодным для посева рабса, мы солому сложили на дно борозды. Чем это чревато? Рабс, даже если зайдет, будет развиваться, ну, осенью, когда у него корневая система достигнет этого прослойка. Классно. Слоя. Пирога. На очинке пирога, так хотел сказать. Доситет этого слоя, то начинается азотное голодание. Вы часто встречали такие аватарки, как их называют, посиневшие рабсы, очагами непонятной формы. Почему это случается? Это, скорее всего, связано с азотным голоданием. Хотя посинение рабса, оно как катализатор какого-то стресса. Оно может и от заморозков возникать, и от какого-то химического воздействия, какого-то гербицидного стресса, ничего еще не. Но в данном случае, чаще всего, осенью, это не фосфорное голодание, это азотное голодание. Поэтому соломой нужно работать. Вот Сергей Борисович представляет биотехар. Я в свои годы, когда работал в Степин, разработал, ну, у нас был свой биосех, мы разработали целую систему работы с пожирными остатками. Если не вносить азотные удобрения, то можно работать биометодом. То есть, нужна обязательно техника специальная для внесения, то есть комбинированный агрегат, который одновременно дискует и вносит. И желание у специалистов работать биометодом. При применении мы триходерму, ну, в основном, конечно, лигнурм для разложения пожирных остатков. Триходерма без молочных кислых бактерий тоже не работает. Это углеводы, которые выделяются при разложении, чтобы не были кормлены для пузариума. Надо, конечно, чтобы молочка их лучше поглотила. Ну, и грех будет у них добавить азотобактер, фосфоробактер, чтобы доступность фосфора повысить и магиализовать азотиз воздуха. Ну, и металлизы были. До шести компонентов мы уносили в почву, одновременно с отделкой, не применяя, не удобрения. Если биометод не применять, то, что там есть свои сложности, должна быть влажность, почва, чтобы за осенний период расложились пожирные остатки, то тогда, конечно, нужны азотные удобрения. КАС или селитра. И солома должна быть перемешана на глубину обработки. В интервале между классикой и нулем, конечно, еще есть, мне тоже очень симпатичная обработка. Сейчас есть такие современные орудия, чизельные, комбинированные, которые перемешивают хорошо пожирные остатки на глубину, там, 15, 20 до 30 сантиметров. И интенсивно, и равномерно. И заодно упаковывать. И следующая технология – это дискование. Ну, если заниматься дискованием под азимарабс, то здесь, конечно, есть вероятность заделки семян в соломистый перемешанный слой. И здесь уже, скорее всего, способ сева надо выбирать широкорядный, чтобы раздвинуть камни раздвигателя в населках этот соломистый слой в междурядье и заделать семена все-таки в чистой ложе. Ну, и, конечно, самый передовой способ – это прямой посев, ноутил, но для этого нужны специальные селки, потому что посеять под соломистую это покрытие, хотя здесь больше всего сохраняется влага, и всегда, конечно, проблематично. Ну, если селка широкорядная, ну, на 45 сантиметров междурядье оборудована, еще и такими ежами под названием етер, то тогда шансы раздвинуть солому и заделать семена в чистые, освобожденные, типа по стриптилу ложи всегда больше. Значит, место селеборота у рапса может быть варьировать в зависимости от того, где прошел хороший дождь. То есть это гороховое зелено, кукурузное зелено, там, где можно посеять плен. Если у вас в селебороде уже подсолнечник расставлен, то вот как раз между зимами занимает место рапса. Почему я говорил, что нужно выбирать поле под озимый рапс? Потому что шансов посеять на авось, когда некоторые хозяйства просто засевают площади и ждут дождя, эти шансы минимальны. Конечно, в том году повезло многим с этим экспериментом, а, например, в позапрошлом году такие посевы ни у кого не получились. То есть я считаю, что главный принцип выбора поля – это глубина промачивания почвы. То есть мы, например, в селебородной хозяйстве готовим целый ряд полей под озимый рапс по системе быстрого полупара, то есть численная обработка во время уборки. Самая большая ошибка в хозяйстве, когда во время уборки тяжелые трактора стоят все на комбайнах, а после уборки, когда через месяц зашли мы на поле, там уже бетон и табла, которая могла накопиться даже во время уборки, пшеницы, те дожди тоже бывают, мы просто теряем. То есть моментальный быстрый полупарс, эффективный упаковкой и прикатываем. И потом выбираем поля, где прошли дожди, где прошло нормальное промачивание. Такая ситуация была, например, в позапрошлом году. Мы выбрали поле, где минимальная глубина промачивания – 2 см, и принимаем решение сей трактор. У нас влага там на небольшой глубине, если влага заглубляется, то хорошо работают как раз вот эти пропашные селки, то есть камни-раздвигатели мы раздвигаем всю почву и заделываем семена во влажный горизонт. Надеяться на дождь можно. Последние годы прогнозы довольно-таки точные, но посеять за 2-3 дня до дождя и 2-3 дня после дождя шансы, конечно, увеличиваются. Но в дальнейшем почва пересыхает или прогноз не совпадает. Опять же, это все на вопросе. Семена РАПС, конечно, не дешевый. Мерседес в прошлом году стоил порядка 11-12 тысяч за 1,5 миллиона. Это всего лишь на 3 гектара. Поэтому рисковать такими суммами на гектар никто не собирается. Можно, конечно, использовать и наши в НИМКовские сорта достойные. Элвис, Лорис, старая добрая классика. Даже можно вырастить и собственного урожая, и эти семена. Ну, потенциал у них, конечно, не такой высокий, как у гибридов современных КВС, Апионера, Апуля. Но, по крайней мере, достойный урожай в 30 сентября на этих сортах тоже можно получить. Значит, поэтому получение дружных, равномерных сходов – это главная задача агронома. Еще раз говорю, что без гарантии сходов сеять РАПС нельзя. Значит, вторая большая проблема осенью – это мышевидные гризоны. Это не озимая пшеница, РАПС. Если на зимой пшенице мышка там съела шевица, то пшеничка может отрасти. Если у РАПСа съела семидорку, то все это кулига не восстанавливается. Поэтому приходится обрабатывать противомышевидных гризонов превентивно, то есть даже по черной земле. И постоянно держать под контролем поле. В последние годы, кстати, очень сильно хомяки стали у нас повышать свою популяцию. То есть постоянно держать под контролем поле. Различные способы. И биометод хорошо работает, и гранулы готовы к приманке на раскладку. В дальнейшем следующая проблема новозделывания РАПСа – это борьба с падалицей пшеницы. Если падалица пшеницы успевает немножко развиться, перерасти, то конкуренция за влагу, за солнце истощает всходы озимого РАПСа. Даже набрав количество листьев в таком уникенном состоянии, он никогда не набирает именно для развития толщину кормевой шейки. Поэтому приходится иногда даже до двух раз работать границидами для борьбы с падалицей озимой пшеницы в РАПСе. Это большая проблема. Но, опять же, количество этой падалицы зависит от агрономического искусства. Кстати, замечено на широкорядном посеве при раздвигании сапожками в почве и сухой в междуряне, количество падалицы намного меньше, чем после, например, прикатывания, после посева сплошной силы. Ну и осенняя борьба с сорняками. Нельзя при нормальном развитии РАПСа откладывать эту работу на весну. То, что и дискурение, и горчица поливаем. Бывает, в такой степени заглушают сходы РАПСа, что просто им потом осенью не хватает сил для нормального развития в России. Поэтому применять осенью гербициды на зимом РАПСе против широколистных сорняков, я думаю, эта тема актуальна. Сейчас в последнее время появилось много удешевителей оригинальных и галеры, и сальсы, которые там даже комплектом применения стоят дешевле, чем оригинальные препараты. Поэтому мы, например, применяли РАПСАГРА и ЭТАМИД. В дозах РАПСАГРА 300 грамм на гектар, ЭТАМИД 20 грамм на гектар. Почему два гербицита? Потому что у них немножко однобокое воздействие. Например, галера не работает по горчице, сальса ее снимает. У сальсы другие преимущества, у галеры свои преимущества. В комплекте получается и дешево, и весь спектр сорняков снимает. И вот в этом году у нас 700 грамм бассейна РАПСа с осенней обработкой, там весной обрабатывать нечего. То есть практически поле чистое, РАПС в хорошем состоянии, он сам потом заглушает эти сорняки, поэтому весеннее эта обработка уже будет отсутствовать. Работа по сдерживанию перерастания РАПСАГРА. Бывают случаи, когда хорошие дожди или условия провоцируют огромного посеять РАПС немножко раньше. И у него очень много шансов на перерастание. Если он развивается больше этой фазой, о которой я говорил, то у него начинает отрываться точка роста поверхности почвы и шансов на перезимовку, конечно, у него становится меньше. Поэтому ранние сроки сева, вплоть до того, что превентивно приходится работать ретардантами. Ну, хороший эффект дают типу конозолы, там вариантов предложений на реке тоже очень много. И можно даже добавлять немножко ЦЦС. То есть мы, например, работаем фолликуром по пол-литра, пол-литра ЦЦС добавляли и получали очень хороший тормоз для переросших посевов РАПСАГРА. Осеннее применение удобрений. Ну, кроме компенсационного азота на солому, РАПС очень отзывается на содержание фосфора, калия. Все-таки выносит очень много питательных веществ. И если почвы бедны, например, калием, ну, содержание, если меньше 300 мг, то, конечно, нужно носить калийную удобрения под основную пробудку. Если фосфора меньше, например, 30 мг, запасы, то нужны фосфорные удобрения. Конечно, сейчас это все дорогое удовольствие, но на одном азоте, кажется, РАПСАГРА тоже не вырастешь. Если запасы позволяют, кажется, жить спокойно, то можно обойтись одним азотом. В зимний период это борьба с мышевидными кризунами. Кроме того, РАПСАГРА очень много выносит сер. Поэтому в последние годы очень популярный стал способ внесения сульфата аммония в феврале и январе месяца. Почему именно в этот период? Сера, она тоже, как азот, бывает, умывается с осадками, поэтому в сульфате аммония и аммонии, и азот долгоиграющий, внося вот в этот зимний период, мы, как говорится, успеваем и не промыть серу. И заблаговременно этот азот, который в сульфате аммония находится, вносим, как подкормка весенняя для РАПСАГРА. Например, мы в этом году, чтобы не топтать разбрасываемые все-таки это не азимная пшеница, РАПСАГРА очень хрупкие и топчутся колесами, разбрасывали. Кристаллические сульфата аммония растворяли и вносили порядка 150 кг в 300 литрах раствора, в 250 литрах раствора вносили в жидком виде. То есть, чтобы, как говорится, работать по одной технологической колее и не топтать пуд. Азотные удобрения РАПСАГРА очень отзывчивый азот. На практике вносят даже до 5 центнеров с литрой весной, но обычная стандартная доза должна быть хотя бы минимум 2 центнера, чтобы рассчитывать на урожай 30 центнеров с гектара и больше. Опять же, азот или разбрасывателем, или с помощью кассов по технологической колее. Весенние обработки по РАПСАГРА сводятся к борьбе с вредителями и болезнями. Главная болезнь, я извиняюсь, по вредителям, осенью еще одна проблема бывает, это совки. Совки на РАПСЕГРА. Если бложки протравка держит, то уже с фазы первого-второго листа осенью, когда инсектицид протравителя до такой степени разжижается, что не представляет токсичности для вредителей, проявляется предминутность совки. Здесь, конечно, нужна защита, а обязательно против совки. Мы применяем, например, 200 грамм амплигой, и вопрос этот решает на весь осенний период. Весной. Весной. Значит, у РАПСАГРА очень такая прилипающая болезнь, особенно во влажный период, это фамос, это ломка стебля, перегнивая стебель. У него получается неравномерное созревание, кто-то созревает раньше, какие-то заболевшие растения, какие-то еще зеленые. Поэтому борьба с фамосом должна вестись очень актуально. Ну, опять же, любой препарат, там, стебуконозол, много препаратов на РАПСЕГРА против фамоса. Эта обработка проводится в период начала стеблевания. Начала стеблевания, когда начала выходить стрелка. Ну, опять же, смотреть на температуру. То, что тебуконозол по холодной погоде может тоже стрессовать РАПСЕГРА, можно работать препаратами без тебуконозола, но главное, чтобы у них был эффект против фамоса. Ну, и опять же, в этот период смотреть надо навредить. Если родителей нет, то в этот период жить можно спокойно. Но начало цветения РАПСЕГРА, обязательно борьба с родителями. Здесь также мы продолжаем бороться с болезнями. Здесь уже с тебуконозолом можно поосторожнее, потому что очень нежный РАПСЕГРА. Здесь есть другие препараты, которые работают прекрасно по гнилям, которые развиваются уже на цветущем РАПСЕГРА и на наливе. И обязательно здесь уже работа под светоедом. Светоеды, ну, они снимаются легко любым там перитроидом или же каким-то комплексным препаратом в период начала цветения. Пчеловоды любят озимый РАПСЕГРА из-за того, что это самая ранняя медоносная культура. Хотя мед его не очень ценный, конечно, но для развития, для старта, для роста пчелы, пчеловоды сейчас наставят пасеки на раз. Поэтому здесь надо очень аккуратно работать эсекицидами, чтобы, говорится, не натворить беды с пчелами. РАПСЕГРА не очень, как говорится, отзывчив на опыление. У него там в этот период опылителей своих достаточно. Но лишние пасеки на опыление РАПСЕГРА тоже никогда не мешает. В прошлом году, когда был очень влажный год, нам приходилось по спиратине работать даже после цветения РАПСЕГРА. Последнее цветение. Но здесь, опять же, надо договориться с пчеловодами, чтобы они покинули поля и обработку проводить уже. После цветения РАПСЕГРА. Но вы видите, что все-таки технология очень насыщенная, очень много применяется препаратов. Но РАПС требовательный к уходу. И последний завершающий штрих – это предуборочная обработка РАПСЕГРА. В последние годы очень популярно стало применение клея на РАПСЕГРА. Их различных очень много. Наши производства – и химические, и биологические. Клеи все эффективные. Мы их применяли. Некоторые дешевые, например, как от А3-72 клея химические. Разъедали центробежные помпы и моментально начинали течь. Но это не главная проблема. Главная проблема – РАПС в этот период, он уже высокорослый. Если по стрелкованию или начало цветения еще можно как-то загнать туда обычный нацепной опрыскиватель, то донешние обработки – это должен быть или высокодельственная опрыскиватель или авиация. А авиация такие объемы, конечно, уже не выливает. Поэтому мы, например, работали высокодельственным опрыскивателем. На него сделали специальные чехлы на колеса, чтобы он раздвигал. То есть был у нас регулируемый клинис. Выбирали высоту или на клинис, чтобы не сильно давить стоячий раз с брюхом и раздвигать вот эти ручки, не подминать под колеса. Ну, конечно, это сложная тема, но эффективность клея очень высокая. То есть стручок изгибается и не ломается, то есть проблем с осыпанием уже нет. Если рапс неравномерно созревает и есть там засоренность, то добавляем к лифосаду, пару литров лифосаду, но эта работа проводится где-то за три недели, за полторы недели до уборки. Тогда уборка облегчается, нет такого осыпания, как обычно рапс делает. И можно убирать не только ночью там по отпотевшим стручкам, но и в течение всего дня. Конечно, нужны рапсовые столы. Сейчас современные даже появились жатки, которые уже самовыдвижные, которые позволяют убирать рапс без осыпания перед жатком. Но и обязательно боковые ножи, потому что хороший урожай на такой сплетенный рапс. Из бокового ножа там просто жатка не идет. Рапс очень текучий, поэтому сразу продумываются места для хранения этого сырья, для маслозаводов. А маслозаводы любят принимать рапс, потому что это первая культура, которая позволяет им запустить производство. Пока еще селечки нет и прошлого дня уже закончилось. Поэтому хранение рапса тоже имеет свои особенности. Рапс текучий, нельзя сформировать высокие бурты, и он очень реагирует на влажность. Если там влажность больше 8%, то, конечно, надо очень осторожно или быстрее его реализовывать, или перемешивать, чтобы он не испортился во время хранения. Ну, вот, вкратце у меня все. Если будут такие вопросы, постарайтесь ответить. Спасибо, Олег Юрьевич, очень интересно. Интересная практика, интересный опыт. Какие вопросы к Олегу Юрьевичу? Неужели нет вопросов? Какая интересная культура? Да, пожалуйста. Капустная моль. Капустная моль, она может проявляться, но у нас в основном совка была проблемой. Болезни более вредоносны на рамсе, чем вители. Поэтому по зрителям осенняя обработка решает все вопросы по совке. А весенняя обработка, главное, это будет всегда еду. По морю у нас пока наблюдений не было. Олег Юрьевич, Вы уже сказали, что маслозаводам интересно эта культура, поскольку она подходит раньше подсолнечника. Но вот руководитель хозяйства из Ставрополья говорил, что мы начинаем убирать рапс, когда в Египте есть еще недозревшие у него плоды. И тем не менее маслозавод с удовольствием берет. Вот он же неравномерно осозревает. Как Вы поступаете? Ну, если есть договоренность с заводом, и можно с колес отправить рапс прямо с поля, это самый лучший вариант, конечно. Но если работать через склад, то мы, конечно, для того, чтобы не было осозревания рапса, используем диссекацию. Тогда равномерность рапса более четкая, нету зеленых стручков и проблем с влажностью уже не работаем. Олег Юрьевич, Вы перечисляли, как много операций приходится делать на рапсе. То есть два раза мы работаем гербицидами с осени, работаем против мышей и хомяков с осени, работаем против мышей зимой. Вносим азот для того, чтобы солома на поле разлагалась. Еще и блефосат добавляем при диссекации, работаем против болезней. Скажите, какие же затраты выходят на гектар рапса? Подсчитывали, насколько эта культура дорога в производстве? И если можете сравнить, допустим, с затратами на гектар подсолнечника? Ну, по подсолнечку тут сравнивать, конечно, сложно. В основном затраты на подсолнечки у нас опыт есть на кондитерском. Там затрат надо еще больше, чем на рапсе. Здесь главное выбор препаратов, то есть можно заменять оригинальные препараты в нашей Америке, выбор технологии, чтобы не загубить семена, потому что семена дорогие. Можно на российские семена перейти, то есть на уровень уважаемости, там 30 центнеров, может не иначе нас едет. Но порядка 50 тысяч на гектар затраты никуда не денешься, они все равно лягут. Но маржинальность культуры, я уже сказал, что можно получить и 100, и 150, и даже до 200 тысяч гектаров. То есть в последние годы это очень рентабельная культура. Она стала по рентабельности подбирать даже кондитерские посолочки, тем более с теми проблемами, которые мы испытали в прошлом году по кислотности на подсолнечке, когда очень сложно было реализации этой культуры. То рапсу открыты все в мире. А какие-то специфические требования к семенам рапса предъявляют кислотность подсолнечника рапса? На приемке главное, чтобы он, конечно, не подбрел. Если он убирался нормальной влажностью и нормальной засоренностью, ну, там, проверять на руковую кислоту. Ну, и руковая кислота в основном проявляется, если там собственные семена, уже низкая репродукция, а гибрида у нас последняя безруковая. На экспорт, когда мы провели рапса, иногда возникали подозрения по ГМО, но это надуманные подозрения у покупателей рапса, чтобы сбить цену. Тогда возня, конечно, приходится долгать. По ГМО у нас нету, но возня для того, чтобы отстоять эти, кажется, свои партии большая. А проблемы в основном по влажности. Олег Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот Вы сказали, что азотное голодание страшная вещь, его можно избежать, внося определенное количество азота или биологические препараты. Скажите, как Вы рассчитываете объем азота, который нужен для того, чтобы разложить солому, и насколько биологический метод может сократить применение этого азота? Если вовремя обработать поле целлюзоразрушающими биологическими препаратами, то здесь можно обойтись и без азотного удобрения. Но при условии влажности почвы, то есть бактерии не работают в сухой почве, при условии соблюдения технологии там моментальная заделка, перемешивание и равномерное распределение поживных остатков на глубину обработки и по горизонту. Что такое по горизонту? То есть там, где мы работаем 9-12 метровыми жадками, мы уже не бросим солому на ширину захвата жадки, уже у нас полозы появляются. Там, где комбайн остановился, запнулся, не выпечивая молотилку, он положил кучу. То есть это очень тонкости, такие нюансы, которые везде, на всех этапах производства надо соблюдать. Если комбайн остановился, немедленно надо сдавать назад, чтобы не было кучи соломы. Или потом работать борными после сборки. То есть распределение соломы по горизонту и по глубине. И уже проблем с азотным голоданием мы снижаем. Ну и вносить компенсационный азот. На наши обычные урожаи соломы примерно 100 килограмм селитра или 100 килограмм карса бывает достаточно. Если работать биометодом, то можно получить удешевление. Хотя сейчас последние годы препараты не такие уже дешевые биологические, но по крайней мере от азота водопринга можно и уйти. Но это в осенний период. Весной обязательно азот можно просить. Потому что гидрификация не работает, почереных запасов бывает недостаточно для формирования урожая. А рамс очень рано вегетирует, начинает стартовать. До старта нужно именно минеральный азот весной. Ну и традиционный вопрос, чем Вы работаете против хомяков и мышей? Это вопрос, который задают на любом кругу он столе. Ну, главный принцип не навредить природе. То есть я не стараюсь, не применяю в последние годы отравленное зерно, потому что идет поедание этого зерна и птицами, и другими животными. Поэтому или же запаренная каша на основе... Коварианты? Ну, нет, не антиковарианты, а вот и брюшного тифа машинок. Бактокумарины, 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 бактокумарины. Ну, самая лучшая практика – это готовые гранулы с антиковариантами. Они красного цвета, они отпоривают птиц и поедаются мышами очень хорошо. Если с хомяками, здесь, конечно, приходится даже жминивать этих гранул, засыпать в ломку. Ну, неплохой результат показывают фумиганты, таблетки для складов. То есть, две-три гранулы закладывая в ломку и засыпав ее. Можно, как говорится, вытравить этих хомяков, как говорится, вот этим способом. Спасибо большое. Ну, вот, пожалуйста, вопрос. Еще вопрос. Какие виды сиевы, которые можно организировать? И вы говорили, вот, двумя гербицидами. Вы работали с одной баковой смесью, где разделяете? Ну, приходилось даже работать тройником, то есть раминоцид и два гербицида по широколистикам. Это баковой смесь было. То есть аналог гальеры – это аксадра у нас был, 300 грамм на гектар. И аналог с хальцией – это метр, это 20 грамм на гектар. Решал вопросы со всеми широколистными сорняками. Я не счетку, было у вас вопрос. А, норма высыпала. Гибриды, но мусор. Гибриды в прошлом году они еще были, чтобы в этом году наша политическая обстановка еще не понятна. Но хорошие результаты у нас показывали гибриды. Ира Пуля, знаменитый Мерседес. Но он в последние годы так зазнался, так с ним делал цену, что это стало очень дорогое удовольствие. Мне нравились гибриды ПВС. Особенно вот Кристиана, Алвара. Достойные гибриды. Хорошие гибриды у Пионера. Кстати, вот последний гибрид, не помню название. 260-й. Не могу точно сказать. У него особенность немножко такой заторможенной осенней развития. То есть для раннего посева он подходит, не перерастает. Что касается нормы высева. Ну, классический стандарт это полмиллиона на гектар. Нельзя, ну, опять же, это два, от двух до трех килограмм нормы высева. Чтобы настроить такую норму высева, на зерновой селке, например, на 18, на 455-й джон-дирке нам не то, что на коробке, приходилось менять шестеренки и приводные от колеса там. Ну, мы не заводской комплект брали, мы и сами заказали на заводе, на выдачей. Менять передаточное отношение на приводах. Пробошной селкой можно сеять и 350 тысяч. То есть здесь у нас получается плотный рядок и более гарантированные всходы. Но нужно иметь пропошную селку, нужно иметь рапсовые диски, 100 отверстий на 1,8 мм в диаметре. Пробошная селка дает более гарантированные всходы. Пробошной селкой можно достать до более глубоких влажных горизонтов. И более точный высев с точным прикатыванием самим прикатывающим колесом. То есть здесь не нужно прикатывать поле после посева, как после зерновой селки. Поэтому мы меньше провоцируем палец на прорастание, и проблем с уже других меньше. Дальше вопрос. Посетимый клерефилт используете у нас и керапсы? Ну, клерефилт с керапсы мы не используем, я не сторонник все-таки этой темы. Потому что все-таки даже и на подсолнечке эти технологии, они как вынужденный способ, когда у нас уже совсем, как говорится, поле замышленное заразихой на подсолнечке, мы тогда применяем эти системы. Потому что все равно, исходя из подсолнечка, все равно видать какая-то генетическая задушенность у этих гибридов клерефилдовских имеется. Они не дают такой потенциальный урожай, как на классе. Поэтому на рапсе, я думаю, будет идентичная тема. Тем более, если на подсолнечке нет нормальных гербицидов, кроме почвенников, то на рапсе есть хорошие предложения, есть женерики, есть удешевления, есть схемы. Поэтому по керапсидовскому, думаю, это экономически не очень оправданно будет. Продолжение следует...